всем привет мы находимся не дома в общем но об этом видео будет послезавтра только и завтра к слову тоже очень интересное видео будет про мою самостоятельную взрослую взрослеющую точнее доченьку на сегодня видео будет такого огородного формата про наш огородик про посадки причем коленька принимал непосредственное участие даже побыл оператором немножечко поэтому я надеюсь вам очень очень понравится сегодня у нас прохладно вот но видео выходят с опозданием поэтому я не успела к сожалению снять начало для этого видеоролика дома поэтому снимаю здесь а в общем по ходу дела чтобы не простаивать и не пропускать дни лишние вот ну и не затягивать выход следующих видеороликов поэтому снимаю заставочку здесь и если сегодня реально очень холодно прохладно похолодало а вот но тогда еще было тепло и вполне себе нормально и я надеюсь вам понравится это видео поэтому ставьте пальчики вверх поддержите меня подписывайтесь на канал если не подписаны и приятного просмотра у нас слава богу прошел дождик а то земля стояла колом вся сухая просто и как вы можете заметить я уже эту грядочку подготовила делал полосочки кривые правда но неважно вот буду сажать свеклу и посередине горошек и по 2 рядка свеклы по краям вот свекла у меня разная такая есть получается сейчас я вам покажу вот такая есть получается цилиндра и такая кругленькая вот бору f1 и цилиндра вот буду с одной стороны один сорт с другой стороны другой сорт а посередине горошек у меня здесь начатое уже есть именно один и второй вот коля мне тут будет помогать да коля до среднего рядочка неудобно дотягивается мы решили что он мне будет помогать я буду брать у него из ручек и класть до сыночек и колечка так будет помогать да и колечка будет не так помогать тетя так сажала да ой как здорово да смотрели тетю мы которая сажала тоже что-то наверное да мама смотрит что на фоне включает из тех блогеров которых я смотрю и коля тоже подсматривает иногда да так я включаю то что семейный к в основном каналы которые и детям смотреть тоже можно там тоже деток показывают вот как детки помогают да поэтому будем работать да сын тебе нравится помогать маме ну умничка положение теперь коля берет у меня семечку бери горошинку бери и ему надо добросить до центра не попала мама поправляет вот так в общем вот так вот играем хорошая игра и помощь маме да вот попал молодец давай еще благо семена крупные вон их можно поправить или сюда двигайся маме мой пытайся вот почти попал сейчас чуть-чуть поправим еще давай кидай во это попал только немножко не в ту сторону а это вот вот так мама поправит а коля поможет зато маме да посадить семена будет горошек потом кушать вот попал как хорошо давай еще меткость развиваем да сын да еще кида еще в ямку не в ту кину давай другую не в ту ямку попал да какую-то другую ямку попал это тоже горошек и дай туда горошек смотри вот сюда с краешку не сынок вот сюда в полосочку клади вот сюда где пальчик маме вот смотри а другую надо вот на таком расстоянии ну как горошек пример нас получился на это уже свеколку массажер что-то у меня какие-то бороздки глубокие мне кажется получились вместо не это очень близко надо вот так чтобы свекла выросла у нас на баночка лежит ваши и от игрушек ну будешь помогать маме сажать то ты по одной бери не вот сюда надо сыну насыпал не такое дело не пойдет ты будешь помогать по одной или будешь играть давай будешь держать семечки я у тебя буду брать давай будешь держать помогать маме пакетик тогда мы сейчас быстренько все посадим ты слава богу а то у меня это грядка стоит и я все думаю надо посадить надо посадить она такая сухая такая сухая стоит эта грядка что я конечно не как все думаешь надо же пролить от час полилось побежала думаю надо сразу так посадить убежал в есть баранки вот а я посмотрите вот вторые семена которые боро или как они бордо или что такое f1 который они зелененькие обработаны их не очень много я боюсь что их может не хватить на одну сторону я сейчас буду вести два рядка сразу если не хватит досажу ту же самую цилиндру что и на другом краю я предполагала вот мне прям чуть-чуть не хватило так хоп до конца полосочки вот буду досаживать значит обычную свеколочку я что-то не знаю как сажаю может сильно часто может не сильно часто но слишком огромная свекла мне в принципе ни к чему но и меня она особо большая никогда не вырастала поэтому не думаю что будет в общем это сильно часто посажена думать нормально если что прорежу потом в итоге а как бывает знаете посадишь редко что-нибудь не взойдет поэтому вроде как тоже жалко но сейчас все это дело буду закапывать друзья здесь коленька попросил камеру взять поснимать как мама закапывает поэтому он наполовину снимал свои ноги как вот поэтому так друзья получились кадры но старался сын старался помогать маме даже видеооператором в общем старался помочь такие вот кадры интересные получились так что не судите строго снимал ребенок которому три года всего наказал мне давали рассаду бархатцев я думаю это будут крупные бархатцы высокие смысле потому что такая мощная рассада в общем рассадила здесь чуть-чуть посадила на свободном кусочке на грядке тоже под сливами с одной стороны и с другой также посадила доделанную пумбочку тоже посадила снизу и сверху сажаю их по кучкам потому что по одному цветочку мне кажется вообще некрасиво это выглядит когда кучкой вот по несколько штучек смотрится более привлекательно даже когда они цветут стоят вместе такой композиции получается и после дождика сразу картошка гляньте как зазеленело еще я там сорняки получается плоскорезом по убирал только мелочевка осталось тоже можно руками пройтись но у меня реально целая поляна картошки получается даже я не знаю когда наступать вот ну в общем буду как-то так ладно посмотрим что вырастет это же все-таки был эксперимент сделаю для себя вывод и если урожай будет совсем уж плохой то конечно сажать я так часто больше никогдашечки не буду но в общем посмотрим но это называется от жадности места мало посадить хочется побольше сонечка мне принесла сирень а детки там короче решили одеть резиновые сапоги после дождиков лужи и решили по лужам бегать у меня прыгать попросились я говорю ну идите что ж теперь когда еще попрыгать побегать по лужам в общем довольно в резиновых сапогах пошли по дороге гулять вон коля соня уже убежала довольны любят они конечно шлёп шлёп шлёпа когда еще как не в детстве по лужам шлёпать ну и да детство это такое время что хочется и повеситься и попрыгать и в грязи полазить и помесить все из себя я помню как мы палочками там ковырялись этих лужах в детстве в общем нам было очень весело и интересно поэтому сейчас я деткам стараюсь ну как бы по мере возможности разрешать это вот когда у меня была одна сонечка ей вообще повезло можно так сказать потому что я практически ничего не запрещала то есть ребенок познает мир и если спачкаешься мы помоемся все нормально но когда деток трое все эти последствия убирать гораздо проблематичнее вот особенно потому что у двух последних деток получается разница маленькая меньше двух лет и поэтому получается более напряжно вот в уборке всего я иногда себя ловлю на мысли что я их немножко ограничиваю вот в этом развитии хотя хочется как бы давать возможность детям конечно же развиваться и радоваться жизни поэтому пусть прыгают по лужам в общем возятся в этой грязи наслаждаются их жизнью из этих прекрасных моментов нашей жизни складывается и впечатления о детстве остаются такие вот положительные тоже из этих самых мелочей и на этом буду прощаться с вами надеюсь вам это видео понравилось всем пока пока до встречи друзья